приветствую неончик флиппер с м390 ножичек абсолютно новый из коробочки в масле с пылинками которые с чехольчика мягкого которые идут я видел не он первой версии не взял его как раз тогда и застали хотя по дизайну он мне очень понравился очень толково сделанный маленький флиппер то есть кто это такой на мой взгляд на мой взгляд это убийца мини крысы в более дорогом естественно варианте и главное это убийца мини сибензы почему потому что у нас здесь цельнометаллический нож который в общем то весит то всего ничего я кстати наверное сейчас взвешу сейчас за весами схожу и взвешу вот а вот что касается эргономики да он небольшой действительно небольшой у меня маленькая рука и он собственно вот 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 на в руку мне но как вам сказать этого размера хватает этого размера хватает реально а вот что касается толщины клинка она здесь небоснословно мало но она достаточно да и она главное не велика то есть он такой резачок и в руке он как раз ощущается именно вот хоть и малышом но не как сказать ну в кавычках не кастрированным то есть это маленький но полноценный нож на мой взгляд это хорошо и это ну как сказать вполне адекватно при этом им удобно пользоваться обычно бывает что маленькими ножами не удобно пользоваться но нет в принципе вот так вот упираешь открываешь и все хорошо механика вообще фантастическая абсолютно то есть даже когда фрейм поддавливает клинок клинок все равно падает под своим весом все по центру еще смотрите что здорово абсолютно вообще просто абсолютно все пространство возможное которое только можно использована под клинок внутри поэтому несмотря на небольшой размер ножа да мы имеем вполне полноценный клинок чтобы было понятно насколько он полноценный я не буду так особо ни с чем сравнивать просто скажу что в принципе учитывая что здесь нет ни ни шпинка ни дырки ничего и режущая кромка заканчивая начинается вернее да чуть вдали от осевого то можно спокойно всю длину клинка использовать для реза это очень круто теперь касательно весов наверное не видно вам будет но сейчас я их включу и взвешиваю вам скажу вес о 91 грамм ну на моих весах получилось так ну 91 грамм это вообще шикарно это все что меньше 100 грамм это гениально на мой взгляд ну вот здесь 90 даже счет сейчас 2 92 грамма показал но немногим больше 90 грамм это очень круто это очень хорошо ну вот такой вот маленький легенький нож казалось бы что еще про него рассказывать на самом деле нюансов много давайте первое что мне еще понравилось это клипса клипса с очень выверенным усилием с очень адекватным это раз во вторых клипса с невидимым монтажом то есть она прикручена с другой стороны это клёво в третьих у клипсы посмотрите вот так у клипсы вот это вот место которое задевает одежду на как бы она тонкая и поэтому через любую одежду но очень легко проскакивает ну как бы край любого кармана короче все очень легко проскакивает что еще круто плавник в торчит вообще не сильно при том что флипует очень хорошо торчит вообще не сильно плавничок всего лишь ничего и нож вот так вот в руке абсолютно удобно легко зажимается теряется практически в руке и еще один момент который мне очень понравился вся конструкция собрана реально на двух винтах вот я это очень уважаю и ценю то есть когда ну реально как бы два винтика и все какие есть условные скажем так минусы ну есть парочка буквально минимальные на первый это то что вот это вот искать аля широгоровская все место куда запихивается темляк она ну как бы если темляк не используешь она набирает пыль и в принципе проблемы не до взял продул как бы с одной стороны вышло но как вам сказать вот единственное что меня смущает в этом ноже это вот это место я не могу как бы я не использую темляки но я понимаю что людей которых используют не так мало и как бы это не есть придирка или уж тем более недостаток ножа просто нюанс вот что еще второе на как бы это то что нож на самом деле ну как сказать он не от не адски тонко сведен сейчас мы замеряем сведения и я его вам скажу собственно или вы увидите сейчас посмотрим как как пойдет обнуляемся ну да я думаю вы увидите 05 05 05 05 ну то есть в принципе нож с трехмиллиметровым клинком вот по толщине пом 3 сейчас это померяем даже три с половиной кстати говоря ну тогда в принципе да это адекватно с и вот нож толщиной здесь три с половиной кстати толщина визуально так сохраняется почти вот до этого места вот и дальше клинок идет потоньше ну соответственно три с половиной миллиметра они свели в 05 ну в целом неплохо в целом вообще была бы бомба потому что но им изначально не будешь ничего как бы силово резать ковырять там и так далее а вот так как бы будем сведен 03 он бы вообще резал помидор вот такими движениями но было бы круто с другой стороны ради пущей как бы универсальности устойчивости и надежности ножа 05 это тоже очень очень удачное и правильное решение вот конкретно там мои личные предпочтения это ну это мои личные предпочтения вот а так в целом ножичек очень удачный сейчас мы с вами на него будем внимательно сблизи смотреть потому что он того стоит ну и собственно как бы на этом мы и закончим надо сказать правду что китайский ножи пром чем дальше тем ну как сказать больше взрослеет взрослеет все становится аккуратно и при этом у них уже потихонечку возникают как сказать но традиции в кавычках что ли да то есть у китайцев традиционно хорошая слесарка у большинства реплик хороших реплик традиционно хороша слесарка вот это вот место да то как она сделана просто супер вот эти все фаски снятые там где надо в нужном количестве симметрия этой самой слесарки кроме того это только у китайцев не у всех но у многих есть традиция сделать по человеческий кончик симметрично в том числе с точки зрения заточки то есть заводская заточка на этом ноже она естественно всего лишь заводская заточка это да но она сделана адекватно то есть ну после это после вот этого вот заводского подвода не надо два часа мучиться как бы переделывать все он абсолютно плоскостной с этой стороны с этой стороны и сдается мне что и угол одинаковый потому что ширина подводов одинаковая с двух сторон и на кончике наблюдается симметрия вот об этом речь то есть есть у китайцев уже скажем так правила хорошего тона которые они соблюдают это приятно это любопытно потому что ну того же спайдерка бенчмейда эти моменты очень плавают я уже не говорю о том насколько грубо например заточены бывают там те же бенчи с завода им бы вообще у кизляр супримовцев поучиться точить на заводе как бы по большому счету вот ну ладно это все детали вот такая история вот такая история мне нужен очень понравился легенький маленький красивенький супруга сказала шмакодявка некрасивая неказистая но дело такое дело вкуса вот она у меня любит ножи такие покрепче побольше широкими клинками и так далее вот я люблю тоже достаточно надежные крупные ножи но одновременно с этим я очень уважаю люблю маленькие небольшие ножи до сих пор не нашел себе именно небольшого ножа у меня небольшой легкий нож это всегда был пятьсот тридцатый бенч и пока ничего лучше не было так вот если очень честно вот это самое близкое понятно в два раза тяжелее но он цельнометаллический он с фреймлоком с титаном и у него клинок все-таки не два и два миллиметра а три с половиной вот поэтому вот это самое близкое к тому чтобы пятьсот тридцатый бенч сместить с любимого летнего легкого ножа очень удачная штука вообще я прям даже советую советую как бы однозначно вот ну напишите что вы думаете про него у кого может уже есть что скажете как вы относитесь к небольшим ножам и какие вы видите альтернативы этому ножу пообщаемся в комментариях